Пошли, пойдем есть. Кофе уже готов. Вон пробка, видишь, была в чайнике. Она как-то в бутылке, когда ты ее открывала, она откуда там появляется пробка, непонятно. Тоже, кстати, не первый раз я так вижу в бутылке пробку, но она была в чайнике. Ты вчера остатки воды же вылил без сифона, поэтому она попала туда. Это сок, кстати. Я понял уже, я смотрел, смотрел. Ты пошла туда, да, я смотрю, думаю, что такое, потом догадался. Кофе из сока, да, у нас нет. Я себе уже в другую бутылочку. Ведра гуляют. Ну да, давай закрой. Я тут жарко, а сейчас уже. Февральск. О, тут окно не просто. Что-то на всё. На педную я даже сидела, меня, можно сказать, сдувала. Опа, тихо, не ранее ничего. Так, сметаны здесь. Остатки прежней роскоши. Ну да, я думаю, нам, думаю, нам хватит. А там, наверное, записывайся, как ты ешь. Как ты много кушаешь, Вера. Ну, нет, нет, что-то. Так, ну вот так вот. Понемножечку, надеюсь, тебе там хватит чуть-чуть. Не хватит. Вчера ж всё загляну. Не хватит, мёда заложим. Конечно. Включили, смехали. Ну, на озере как сегодня? Все были? Да нет. Нет? Погода не шепчет. Погода отпугнула. Не шепчет на пород к другому шепчет. Погода отпугнула народ. Да, собственно, неплохая вроде и погода. А вообще, ой, метель такая. Угу. И, наверное, сырой снег, да? Ну, такая куртка мокрая, повесил сушить. Угу. Ну, ты купался? Угу. Саша пришёл, что для него не характерно. Наверное, собирался ещё вчера. Кто? Ну, вчера уже на строй был. Но вчера... Вчера был на строй, на сегодняшний день прийти. Поэтому, несмотря на погоду, он пришёл яйца. Ну, да. Он с Мишей там договорились, что они придут, а Миша не пришел. Он посмотрел, наверное, погода. А ты же идешь рано. Тебе еще погоды не видно. Ну, я посмотрел, что в течение двух часов снег не прекратится. Ну, я вышел, и снег метет в лицо. Пошел, пошел, пошел. Ну, теперь борщила, старший, ты целая тарелка получилась. Не могла тебе помочь. Сейчас тебе не помошла сегодня, да? Ну, вот, Саша пришел. А я тебе ложку не дала, Миша. Вот. Он говорит, давайте я вам помогу очистить лунку. Ну, давай, пойдем. А лунка в снегу? Ну, в снегу и лед. Еще какие-то пацаны там набросали до Торстого. Пошли, почистили лунку. Я попытался, взял снег вокруг лунки. Почистил. В общем, все хорошо, и вместе мы пошли. Он живет же в этом доме, где почта. Наша вот эта почта, да? Угу. Ну, ты же ходи чуть-чуть. Чуть-чуть. Здесь у них встала, витамин D выпила. Может, такой забываем пить. Я вам, кстати, витамины поставила сюда. В течение дня один раз. А D, этот живенький, помнишь ли? Он уже не помнишь, не знаешь, что пить. Ой. Кстати, тут можно. новостях нигде не пишут, да, что у нас откроют 8 числа из Нижнего. Откроют. Вылеты. Я вчера читал, только не нашел, какие страны. Нет, вот именно сначала, я тебе говорю, была реклама. За границу будут вылеты из Нижнего Новгорода. Ну, вчера... Потом, когда уже начали говорить об этом, она говорит, будут вылеты с 8 числа в Турцию и Египет. Она именно вот это сказала в две страны. Там же другие страны интересуют, наверное. Я просто почитала, хотел почитать, убедиться, что... На самом деле, а то это тащить вот из Москвы. Когда мы там надумаем, мы, углядишь, из Нижнего можно будет. Но, надеюсь, это же не отменят. Если с 8 февраля уже все. Это еще не отменят. Аэрофлот на... Ну, он не аэрофлот, но он... Россия на международных рейсах 70% дохода потерял в прошлом году. А при в прошлом году, в последних, в следующем году. На аэрофлоту мне понравилось витать. Ой, как здорово. Вообще. Класс. Я как-то вот... Я же... Ну, раньше мы витали. Но я не запомнила, каким мы этим витали. Фиг. Ну, был вот самолет большой. Вот так же эти, говорю, три ряда. Ну, как-то так вот. А в этот раз... А мы другими компаниями не всегда летали с тобой. А в этот раз летели аэрофлотом. Ну, да, вот аэрофлот. И... Кормят. И самолет такой комфортабельный, большой. Кормят-то, конечно, когда ночью летишь, без разницы. Кормят или нет, даже и не надо это там. А вот когда днём, не есть-то хочется. И иногда прилетаешь просто, опаздываешь там на завтрак. После работы большой этот цех по готовке пищи. Это сок, что перед едой, снимай там. Я забыл. Выпью. М? Выпью. Перед едой, товарищ. Перед едой. 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 Вот это все. Теперь нужно как-нибудь на прогулку сходить. Что ж тебе надо еще на работе-то, господи, вроде бы я салат купила, а кефир не знаю есть там или нет, я наверно не брала. Ну только здесь так новостейки они пишут, они не звенят во все колокола. А ты Нижний Новгород эту строчку бы открыла. Где здесь? Вот здесь. А, вот в этом? Ну да, новость Нижний Новгород. Здесь эта новость должна быть. Пока не вижу. Аэропорт Стригина возобновит международные рейсы с 8 февраля. Там. Хорошо. Как правильно снизить давление, мягкое и безопасное. Снижение давления и безопасств в домашних условиях. Что-то нам скажут. Что-то нам врут. Это домашнее. Эти деда. И опять же надо. Охрен. Охрен. Эти дед. Охрен. Необходя. Эти дед. Трудно. Нахер. улучшение давления может быть это болезнь почек например такой стойко я уже маму я записала на четверг на УЗИ на УЗИ и брюшной полочки и кровь правильно но они всевозможны и почки все возможны и почки все возможно столько глотать только заразы глотать этой ну уже водочный тракт у нее восстановился нет да вроде бы где вот уходит здесь угу вот это понятно что давление повышает все не просто что так это организм борется защищается как бы так 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 сливки на пасту стоянности, листка и плохо, листок и плохо. врачи выписывают я удивляюсь все знают об этом пишут мы же что мы простые люди пришли к врачу и выписываются таблетки которые снижают давление и никакого обследования не назначает обследую человек на обследование его надо направить почему у него стойко повышается давление но это уже не происходит все просто выписывают лекарства для снижения артериального давления все поневоле становишься уже сама врачом да ищешь что-то чего-то какие причины могут быть все это явление надо проверить сходите к этому к этому врачу почему это давление снижает повышается понятно надо лечить нет не следствие а причину конечно соленый огурец соленую капусту вот себе соль ну конечно мы всю пищу солим естественно то что солим это ладно а то что чрезмерно соленые добавки идут вот эти солености соль задерживает влагу в организме это все на фоне возраста да прекращать поедать в таком количестве соленый стиль отказ от вредных привычек курение алкоголизма не употребление алкоголя кто не курит и не пьет тут здоровеньким умрет и скажи что надо поменьше сейчас начнет рассказывать я не ем да где это я говорю мам поменьше жирно вот жирную там пищу например любит она масло молоко там молоко она немного пьет масло побольше положите да я вот хожу целый день пролежала на коечке так хорошо лежать она ходит и обслуживает данный момент ну ладно я приезжаю ну а когда так она все равно шкоди ходит это так громко конечно насколько сил хватает мы ее выведем она приходит она уже держится тут стоит еле-еле не может раздеться вот каждый день ходить каждый день ходить каждый день и ходит посуду помыть надо видишь посуду помою завтра сегодня куда чем время девять она может она сейчас как бывает полночи не спит а утром до трех может вообще не спать потому что лежит лежишь ты все равно дремлешь как вчера ты мне пришла ну ты отдельный разговор да какой я отдельный разговор а я перед этим только очнулся я прошла а куда я пошла на балкон что-то там туда ну ты спишь а или я не видела что ты спишь я тебя что-то спросила в фильм я из магазина пришла ты спрашиваешь мне про кино это про что? про что там девочка в передаче мелькнула а я черт а не кино это следствие ввели да 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 я говорю что там что случилось там ты не знаю наверное дреманул ну вот так дреманул ну и сегодня в два четырнадцать пошел в туалет и практически уже не спал нет ну я естественно сегодня спала как убитая ну ты то понятно ты же за стенками вернулась а я то а я то да что то я то да с работы приходишь как выжатый лимон а это вот все равно вот что значит возраст нет возраст раньше то бывало что то я приду еще тут ну я правда вчера тоже сготовила вот это ну как у меня же сил то нет раньше я себя чувствовала нормально а сейчас ну это перечень и то что дальше вот 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 уже поел помыл посуду я все никак не могу три сырника съесть вот не то что давить я жду тарелку жду тарелку ты же сама сказала теперь речи не то что давить так а раньше я бы быстрее ела что ли я всегда медленная ну конечно вот не только в ресторане есть с такими скоростями да в кафе что то пойдем мы с вами пойдем 13 придется 14 в день всех влюбленных я работаю же надо угородить не смеши, ты не наелся что ли? сегодня было минус по моему сегодня уже пишут плюс 1 минус 3 ночью ну минус 4 было плюс 1 вот завтра минус 2 минус 7 снег всю неделю снег и к концу недели до 12 а ночью даже 17 в пятницу да ты что субботу ночью 16 днем 12 это самая нормальная хорошая температура и снег ну хорошо хоть снег тут да? не будет вот этот плет и свякать ну вот так вот а дальше такая же минус 16 10 днем в среднем вот так ну все последний кусочек доедаю наконец то да? ой, хоть посуды помоется О, кстати, научи Нижнего Новгорода смертельный укол отказывающегося пациента, надо поспорить что-то. Что такое смертельное? Что такое смертельное? Что такое смертельное? Оля, что такое смертельное? У него была презентная ситуация, ему тоже так же, у меня очень давно в константинской больнице сделали прививку и он тогда чуть не умер. Хорошо, рядом находилось время в мобиле, да, и его, как бы, наскорее отходил, смогли откачать. Врач все равно, как убедил моего папу... А какой без прививку делать из столбняка, если у него уже прошел какое-то время? В течение какого-то, по-моему, получаса или час человек умирает, если там что-то заражение происходит. После не сделать прививку от столбняка. Да, а поздней-то уже ее и не надо делать, прививку от столбняка. Господи. Вот такой ученый, значит. А губернатор наш, Белогольдич, у нас медицина одна из лучших в стране. Уже человек предупреждает, что у него аллергия, нельзя делать, если укололи. Наоборот, прежде чем делать, да, тем более, да, вот, говорил, может, в детстве не было аллергии. А в течение жизни организм меняется, болезней сколько преодолеешь. Надо пробу какую-то делать, любое лекарство. Так и нет, блин, они испытывают. Ко маме тогда выписали какое-то лекарство, у нее язык почернел. Чуть не угробили, тоже какой-то антибиотик. Это ужас какой-то. Да, как эти наши врачи, они как испытания проводят. Умрем, не умрем. Как говорится, будем лечить или пусть живет, да. Ну, непосредственно, как бы, в коридоре. Ну, есть нормальные врачи, конечно, кто отрицает, но это же вообще. Врач ему обещал то, что при присмотре будет, там, и еще что-то, да. А именно, он умер просто в коридоре, там, где проходили мимо врачи. Когда мой папа умер, из больницы никто не позвонил моей маме. Моей маме сообщили, да, как это поселок, ну, все же, вроде бы, знаю, о сентуру. Позвонили там, знакомые, сказали, что он просто сидел на лавочке и захрипел, думаю. Когда я приехал, да, я начал, мне первый попался врач-ременотолог. Когда я с ним поговорил, врач-ременотолог сказал, а я, говорит, ничего не знаю, меня когда позвали, он уже был синий, ну, мертвый. Да, когда я уже непосредственно поднялся, наш руководитель, хирургом, хирург говорит, ну, ну, да, я же должен, мне вот эта вот, такая интересная фраза, я, говорит, я же должен был что-то сделать. Я, говорю, ну, что ты, мертвого? Он, ну, а что я должен был сделать? Когда я его спросил, а в чем проблема? Почему? Рентген, пальцы-то не сделали. Может, сама постоянно был перелом. И больше ничего бы не надо было делать. Он пожал влечами и сказал. Вот, ну, извини. Извини. Ага, это ужас просто. Так, а у меня тогда это... Потому что там... Лена-то помнишь, когда они жили в Федяково, у нее чего-то схватило живот, и ее, она говорила, в Кстово отвезли в больницу, скорая. И там тут же на операционный столб, понимаешь, там, а был дежурный врач, слава богу, у нее ума хватило отказаться от этого. Он говорит, УЗИ сначала сделайте. Чего-то на операционный-то? Просто так разрез посмотреть, что у тебя там, да? Ой, это ужас какой-то. И вот так вот попасть под нож какого-нибудь дежурного хирурга, которому захочется что-то тебя там смотреть, что у тебя там внутри. Тем более, в наше время, говорю, ладно, раньше, нет, не было ничего. Без УЗИ класть на операционный столб, ну, вот говорю, тоже могли бы зарезать и привет. И потом сказали бы, извините. Она просто, да, отказалась, и это, и потом все прошло, чего у нее там было, ну, мало ли, да, всякие там колики, может, съел не то, может, еще что-нибудь. А то сразу резать. У тебя там аппендицит или что-то ей там сказали, не знаю чего. Ну, короче, вырезали бы, что. Лишние-то всегда найдут. Вот такие вот дела. Вот такая наша медицина. Я удивляюсь, говорит, у меня аллергия на многие лекарства, а ему катили уколы, это вообще. Ну, говорю, судить надо за это. Конечно, могут быть там ошибки какие-то, но это вот такой случай, это вообще упиющий. Сказал человек. Обычно спрашивают, есть аллергия или нет. Ну, я вот даже не могу сказать, есть у меня сейчас аллергия на что-то или нет. Раньше не было. Я знаю, что вот у моей Елены пенициллин там аллергия. Все. Это просто... Это просто ужас. Даже слов нету. Да. Так Так я... Продолжение следует...